Проверка была проведена в тех зонах, где проходят сети водоснабжения, канализационные системы, коммуникации и инженерных сооружений. Было установлено, что на сегодняшний день 715 семей и небольших предприятий ведут хозяйственную деятельность на территориях энергетических инженерных сооружений. Около 400 владельцев располагаются в зонах, принадлежащих энергетическим компаниям. На территории, принадлежащих теплостанциям, проживает еще 300 семей. Выписаны акты и требования инспекторов. По ним предусматриваются штрафные санкции, вплоть до остановки деятельности компании. Кроме того, госконтроль передал правительству требования привлечь к ответственности начальников кадастровых служб. Надеемся, что правительство рассмотрит наше прошение и будут предприняты определенные меры. В полосе, где расположены коммуникационные сети, проживают более 180 граждан. На территории сети водоснабжения работает 301 объект. В известной степени проживание в таких местах небезопасно. Однако освободить территорию мешает то, что жители имеют вполне официальные документы на аренду земли в этих местах. Документы на землю госконтроль не выдает. Существует генплан градостроительства. На основе постановлений и нормативов кадастровые службы управления градостроительства выдают разрешение на землю. Однако на сегодня мы видим картину того, что эти две службы не взаимодействуют. Одна организация четко указывает зоны, где селиться, жить, строить, работать запрещено, а другая, наоборот, выдает разрешение, невзирая на запреты. Сегодня инспекторы выписали акты. Восемь организаций получили штрафные квитанции на общую сумму в полтора миллиона тугриков. Кроме того, на имя правительства были направлены официальные письма с просьбой привлечь к ответственности руководителей кадастровых служб районов. Госконтроль еще раз напоминает, выделение земли в подобных местах незаконно.